Призыв протяжный и двухтонный, автомобильного гудка. И снова маним безотчетно, далеким странствием тоска. Кажется, что Аниса не просто читает, а проживает каждую строку. Она с детства увлекается литературой и всегда участвовала в школьных конкурсах чтецов. Решила попробовать свои силы в более серьезном состязании, в муниципальном этапе чемпионата по чтению вслух. Если честно, я сильно переживала, потому что такой формат для меня был впервые. Я никогда подобные не читала. В основном уже готовые какие-то прозы или поэмы. Я, честно скажу, не готовилась. Но мне очень понравилось. Это интересный формат, достаточно интересно. Главное – не волноваться, потому что я когда вышла в самом начале, я прям сильно волновалась. Конкурс впервые прошел в нашем округе в Первой Одинцовской библиотеке. В нем приняли участие семь ребят от 14 до 17 лет из общеобразовательных школ округа. Каждый из них, каждый из участников не знает, что ему предстоит прочитать. То есть, выходя на сцену, он вытягивает лист, буквально три секунды посмотреть и уже импровизировать и читать вслух. В трех этапах ребята представили мастерство литературного чтения. С помощью восьмибальной системы определили трех лучших. Компетентное жюри не только оценивало подростков по двум критериям – техника и артистизм, но и давало профессиональные советы. И поэтому паузы, которые вы можете делать в тексте, вот когда вы понимаете, что здесь ее можно сделать, делайте. Как раз некоторые паузы, может, вам и помогли бы. Читайте вслух, работайте над дикцией, не забывайте про контакт с залом и ничего не бойтесь, говорят наставники. А старания Анисы не прошли зря. Она вышла в финал и теперь будет готовиться к региональному этапу. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.